Гелиос IT Solutions. Больше времени на сон. Сегодня мы переходим к рассмотрению очередного пятого модуля нашего курса, в котором будем говорить о соединении глобальных сетей, о глобальных сетях. Первый урок, первое занятие данного модуля – общие сведения о технологии глобальных сетей. Что же такое глобальные сети? В чем их отличие от локальных сетей? В первую очередь, отличие в зоне охвата. Локальные сети используются, например, в данной комнате, в масштабах данного здания или, как часто говорят, охватывают группу близко стоящих зданий. Глобальные же технологии, глобальные сети предназначены для сетевого взаимодействия на заметно больших расстояниях, например, в масштабах города, между городами, между континентами. Часто глобальные сети используются для того, чтобы связать единую корпоративную сеть, филиалы компании, штаб-квартиру и так далее. Ну и чем дальше, тем больше потребность разных организаций в качественных, надежных линиях глобальной связи. Надо сказать, что многие сетевые технологии в качестве своего прародителя имеют обычную телефонию. Прародителем телефонии можно считать Телеграм. Телефония опутала земной шар паутины. Спонсор программы Академия IT. Пройди обучение, добейся успеха. В чем отличие локальных сетей от глобальных? В первую очередь отличие в том, что многие компании могут позволить себе построить самостоятельно локальную сеть и взять ее на бюджет. Но далеко не многие компании в состоянии построить глобальные сети. Лишь такие монстры, как железные дороги или какие-нибудь нефтедобывающие компании, имеют возможность не только трубу проложить, но и рядом с этой трубой кабель бросить. И не только самим пользоваться сетевой инфраструктурой, но и возможность давать ее в аренду. Это обстоятельство отражено вот на данном слайде. Обычно говорят, что технологии глобальных сетей ограничиваются канальным уровнем, физическим и канальным, так как продемонстрировано на последующем слайде. Как и в любой области техники, технологии глобальных сетей используют свои собственные специфические термины, представленные на последующем слайде. Маршрутизаторы, раутеры, про которые мы уже говорили, терминальные серверы, модемы, устройства под названием Date Service Unit, Channel Service Unit, международные коммутаторы, ATM, Frame Relay, коммутаторы телефонных сетей. При обсуждении вопросов работы глобальных сетей возникают две аббревиатуры, которые не встречались нам, когда мы говорили о технологиях локальных сетей. Асинхронные протоколы передают по-байтно, и каждый байт упаковывают в отдельную упаковку. Стартовый бит, стоповый бит и так далее. Чтобы снизить накладные расходы на передачу информации, была предложена идея передавать несколько байт одновременно, но в этом случае надо как-то синхронизировать передатчик и приемник так, чтобы корректно интерпретировать передаваемую информацию. На следующем слайде продемонстрированы варианты подключения соединительных кабелей, которые можно использовать для подключения цисковского маршрутизатора к разнообразному оборудованию, например, провайдеров услуг дальней связи. Разъем, который устанавливается на борту маршрутизатора, унифицирован. Это проприетарный разъем, который циска разработала для своих целей. Какие же протоколы канального уровня используются, в частности, при работе с маршрутизаторами производства компании циска-циска? HDLC – High Level Detail Control. PPP – Point-to-Point протокол. Ну и такие протоколы, как Frame Relay и Asynchronous Trafford Mode. Обычно во многих книжках разбивают все множество возможных технологий глобальных сетей на две большие группы – технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов. Технология коммутации каналов пришла к нам от обычной телефонии. Ну, как еще в тех фильмах про революцию, помните, там, барышня Смольная, и барышня начинает коммутировать линию. Когда пробовали экспериментировать с передачей компьютерных данных вот по таким линиям связи, выяснилось, что неэффективно используется полоса пропускания подобного канала, потому что трафик компьютеров зачастую носит пульсообразный характер. Есть трафик, есть трафик, потом возникает достаточно длинная пауза. В конечном итоге услуги дальней связи оказываются слишком дороги для абонентов. Поэтому впоследствии разработали и предложили технологии коммутирования пакетов, когда все данные бьются в небольшие фрагменты и передаются отдельно в виде пакетов. Такая технология, технология коммутации пакетов, позволяет снизить цену на услуги глобальных сетей для конечного потребителя. Спонсор программы Академия АйТи. Пройди обучение, добейся успеха. Доверьте ваши данные ЭТГРА. Серверы ЭТГРА. Надежность, мощность, производительность. Прошу!.. Академия for